Мир вам и Божье благословение! Каждый год Церковь празднует, а правильнее сказать, вспоминает печальное событие. Это праздник через глубокую скорбь и торжество жизни. Устекновение главы Иоанна Пророка Предтечи Крестителя Спасова. Евангелие нам повествует ясно и четко. В день рождения царя Ирода с танцовщицами танцевала и дочери Диады. В результате, угодив танцами, Ирод нарушает свое уважение и почтение и страх перед пророком, зная, что он Божий человек и Бог за него заскупится. Но так должно было быть. Воскресает, ослепленный юностью и красотой, охваченный, конечно же, чувством и страстью, просит до полцарства. Она пошла к матери, будучи молодой, а та сказала, проси голову пророка, уничтожим врага нашего. И тот послал воина, отрубили голову и принесли на блюде. Это великий пост этого дня, скорбь наша, а радость, что исполнилась правда Божия. И пророк исполнил свою миссию и оставил нам всем пример, какими мы должны вообще-то быть священнослужители в первую очередь, верующие люди, какими путями мы будем, христиане, идти по пути спасения. И смерть нам не страшна, потому что жизнь торжествует не тело главное, а спасенная душа. За все ли скорби надо благодарить или с какими-то нужно бороться? За все скорби надо благодарить, потому что за этим нужно следовать. Господи, помоги мне победить в себе обиду, злоба, ревность. Дай молитву за моего близкого человека, который мне причиняет боль. Дай мне молитву за врачей, которые меня врачуют. От всех проблем, и если будем гневиться на Бога, то мы не поймем причины этих явлений, не сможем себе объяснить путь преодоления этих проблем. Благодарение означает борьба с тем, что называется безволие. Благодарение. Борьба с бессердечием, с эгоизмом. Благодарение – это борьба за выживание, за стойкость и, в общем-то, победу правды в тех делах, которые касаются нашей человеческой жизни. Благодарим Господа за все, потому что вечная жизнь у нас не отнимается. И дай Бог, чтобы больше благодарили, нежели гневались, мстили или осуждали. С какого толкования Евангелия лучше начать свой путь к вере? Я думаю, путь к вере надо начинать, если познать Евангелие, с простого детского Евангелия. А затем параллельно начинать изучать, размышлять с богослужебного, с церковного повествования, со святого Евангелия для взрослых и детей. Для толкования хорошо книга «Закон Божий» Словацкого, других авторов. А лучше всего, я считаю и рекомендую, это «Жития святых». Жизнь каждого святого описания, даже когда она кажется как сказочная, несет в себе практическое исполнение евангельских истин, особенно касающихся нравственной стороны жизни человека, его физической, духовной, физиологической культуры. Это наилучшее толкование. А затем уже, усвоив, перейти к серьезным богословским толкованиям, и только те полезные, которые будете воспринимать, а которые будут вам казаться сложными, трудными для восприятия, отложить и, может быть, никогда и не касаться. Дай, Господи, с просветления ума и мудрости, кто спрашивает и размышляет об этом. Конечно, церковь ничто не заменит и никто. Хождение на вечерние, утренние, литургийные и участие в церковной службе, а оно все связано с Евангелием, поможет быстрее открыть смысл евангельского воспитательного воздействия на наши души. Да благословит Господь и просветит нас словом Евангелия каждого, и верующего, и неверующего. Субтитры подогнал «Симон»